Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня с вами вновь проект «Сразу к делу». И у нас сегодня в гостях новый человек. Это основатель и руководитель стоматологической клиники «Дентал-сервис» Павел Свецов. Также сегодня с нами ведущий Инна Евсина и Андрей Моисеенков. По традиции мы переходим к биографии гостей. Итак, о Павле. Павел родился 11 августа 1983 года в поселке Товаровка, Калужской области. В 2004 году закончил Смоленский базовый медицинский колледж по специальности стоматология ортопедическая. В 2009 году совместно с партнером организовали стоматологический кабинет «Дентал-сервис» на одно стоматологическое кресло. В 2010 году «Дентал-сервис» становится уже полноценной клиникой и зуботехнической лаборатории и продолжает развиваться. Павел женат, имеет двоих детей. Павел считает, что крепкий тыл – это 90% успеха. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Павел, добрый вечер. Паша, ну сразу первый вопрос. Скажи, пожалуйста, насколько тяжело в медицинском бизнесе? Потому что ты у нас, в принципе, первый гость из этого направления. И я так полагаю, что очень много подводных камней там. Поэтому вот расскажи, пожалуйста, насколько тяжело тебе там? Ну, бизнес очень тяжелый, но в то же время очень интересный. Тяжело в том, что очень большая ответственность лежит на плечах, как врачей, так и руководителя. Потому что это здоровье. Здоровье клиента. Это всегда должно стоять на первом месте. А так, если улюбить, как любой вид другой бизнеса, то все будет хорошо. Ну вот наша передача, она в основном направлена для предпринимателей, может быть, и для молодых предпринимателей. И вот такой один из первых секретов успеха – это называется «любить свой бизнес», да? Да, совершенно верно. Получается, как бы человек, неважно, чем он занимается, будет медицина или консалтинг, или какой-то другой вид бизнеса, если ему это нравится, он должен попробовать это заняться, работать на себя. А бюрократических барьеров много? Да, присутствуют как везде. Павел, ты закончил институт учебного заведения в Смоленске. Почему ты там не открыл бизнес? Почему ты решила в Калуге все-таки заняться этим делом? Ну, вы знаете, как бы так получилось, что я очень люблю свой поселок. Я в Смоленске очень много стоматологии, так рядом академия, и чего-то только нет. И вернулся, вот, работал я в поликлинике в Калуге, приехав обратно, поработав уже, уволился, решил как бы вот открыть хорошие, качественные услуги по стоматологии у себя вот в поселке. А ты в душе больше все-таки коммерс или доктор? Больше коммерс, скорее всего. Понятно. То есть все равно вынужден следить за тенденциями маркетинга, рынка там, да? Да, в принципе, мне как бы любой вид бизнеса очень, если он приносит какой-то доход определенный, ну, или просто удовольствие, очень интересен, не только стоматология. Кто помогал? Кто-то помогал вообще? Да, безусловно, это огромная помощь со стороны моих родителей, потому что они оба мне врачи. В частности, моя мама стоматолог. То есть у вас династия семейная? Династия, да, династия. Врачи. Это ты в каком колене уже? Пока второе? Пока второе, да, пока второе. И друзей. И вот я считаю, самый тоже залог помимо семьи, да, вот как вначале было сказано. Успех — это не только семья, но и друзья, и родители. В принципе, тоже семья. А первый капитал где взял? Собственные средства или кредитные? Первое — это была часть собственных средств и было взято оборудование на выкуп. То есть нам позволили выкупать частями. Это лизинговая схема, да? Нет, это просто был маленький кабинет, который был взят в аренду, и оборудование было куплено другим собственникам. И они, поняв, что им стоматология просто не нужна, это был завод, он занимается немножко другим, позволили нам выкупить оборудование в рассрочку. Ну а вот барьеры входа на вот этот рынок, да, то есть вот если, допустим, я сейчас, да, там, с желанием, выйду с желанием диверсифицировать свой бизнес, да, вот примерно плюс-минус, сколько мне понадобится для того, чтобы выйти вообще на этот рынок? В зависимости от того, где местоположение, если это город, конечно, вход там должен быть приличный. Так как очень плотно рынок занят, вот, если мы хотим чем-то отличаться, то это где-то порядка, наверное, если будем стоять под аренду, ну, где-то около 5-6 миллионов. Но это будет очень маленько. То есть это просто на оборудование? Да. Только оборудование, да? Если хорош, покупать оборудование, то да. Вот, если это не город, да, или какой-то город, там, поселковый типа, то, конечно, меньше, потому что я видел, как бы, маленький кабинетчик, который имеет одно кресло, вот, и там вложение, там, просто, ну, около, там, 2-1,5 миллионов рублей. А у тебя сейчас сколько получается? У меня сейчас два кресла, запатеническая лаборатория, рентген-кабинет. А вложения, которые были, они уже окупились? Еще пока окупаются, но, скажем так, я постоянно что-то приобретаю, какое-то оборудование, не успеваю окупаться. Понятно, интернитируешься. Да, да. Развиваешься. А сотрудников сколько сейчас? На данный момент 9 человек у меня. Смысла не вижу открывать большие клиники, потому что, ну, тяжелее управлять, и спрос тут уже гораздо другой уже идет. Вот, то есть, мы два кресла, максимум три, вполне достаточно для того, чтобы клиника была жизнеспособна. То есть, это достаточно, чтобы обеспечить этот поселок? В принципе, у нас в поселке еще две стоматологии, мы третьи, ну, не считая поликлинику. У нас как бы так идет разделение рынка, у нас свои клиенты там, свои клиенты здесь. То есть, вы клиенты конкурентами дружите, да, в некотором роде? Да, да, и как бы вот моя мама, она там уже, тоже решающий фактор, да, которая была, работала в поселке уже, ну, 30 лет уже работала. То есть, за 30 лет уже такая компанияская база. То есть, это уже фабильный бренд, да, в некотором роде появляется. Фактически она уже знала клиентов, да? Клиенты знали ее, да. Знали ее, по-моему, да. То есть, вход был такой очень плавный. То есть, входил фактически уже отчасти на готовый рынок в некотором роде, да? Ну, да, в него въезжал просто. Можно даже назвать несколько семейным это бизнес. Да, он семейный, да. Кто-то еще из семьи твоей участвует в этом бизнесе? Нет, больше не того. А, нет, ну почему? Вот моя жена, вот она мне бухгалтером. Бухгалтер. Я тоже участвую, да. Интересно. Кто-то в полной мере получает семейный. Да, деньги из семьи не уходят, да? Слушай, а вот в плане продвижения, что ты делаешь в плане маркетинга? Вот ты сам сказал вначале, что все-таки больше коммерс, да, поэтому действительно я уверен, что какие-то маркетинговые программы все-таки есть, да, там программа может быть лояльности, да, то есть это вот, во-первых, все ты сам делаешь, да, и что ты для этого делаешь? Это для того, чтобы продвигать компанию на рынок. Тут тоже такая двоякая ситуация, то есть если мы будем сейчас очень-очень повышать качество, покупая очень дорогое оборудование, да, ну учитывать, ну и тоже, да, как вот если смотреть на развитие бизнеса, то скорее всего он у меня купится в том сегме, где я нахожусь. Тут основное как бы идет это акции, это какие-то скидки, это подарки, то есть все очень так. Ну, то есть в принципе это стандартные вещи. Да, стандартные вещи, да, да. То есть партизанский маркетинг не используешь. Партизанский маркетинг местами, местами. А если оценивать вообще рынок, вот у вас есть несколько конкурентов, твои услуги, они ниже по цене или выше, может быть вы отличаетесь как-то сервисом, в чем ее изюминка? Почему это вам? Ну, тут есть некоторые позиции, которые чуть ниже, есть чуть выше. В принципе, отличие от того, что у меня есть своя лаборатория зуботехническая, ее нет в товарках, вот такого вот уровня нет. То есть это единственная фактически, да? Да, с лабораторией, да. То есть это позволяет врачу и технику, да, которые работают в лаборатории, при пациенте просто быстро определить тот же цвет зубов. Не нужно ждать некоторое время, чтобы все это сделать. Или просто посадиться, что-то исправить. Слушай, вот два вопроса я сейчас подряд задам. Скажи, пожалуйста, у тебя уровень цен по отношению к калуге такой же или чуть пониже? Ниже, конечно, ниже. Пониже? Да. Окей. Я просто знаю, что многие, допустим, москвичи, они там вообще, это цены заоблачные, да, на стоматологии, они приезжают в Калугу на лечить там зубы. Они к нам приезжают. Да, у тебя не бывает такого, да, что из областного центра едут к тебе? Бывает такое, да? Да, бывает, из Калуги, вот, и летом очень много, потому что там у них дачи кругом, коттеджики. Ну, твоя реклама, кстати, в Калуге я особо не наблюдал. Она есть вообще, да, бывает? Нет, в Калуге нет. Ну, вот. Смысла. Вот почему не видишь смысла? Это как раз один из вариантов продвижения. Основное, как бы, то, что люди говорят, далеко ехать, далеко ехать, тем более, когда рынок на Калуге... То есть москвичам 200 километров недалеко, да? У них там дача, там буквально дача, там, они поехали за хлебом, заодно там и пломбы поставили, поэтому... Тоже вариант. Поэтому из Калуги тяжеловато. Скажи, пожалуйста, вот, начинал в 2006 году. Да. А что изменилось? Вот, если ты открывал в 2006, я открыл бы сейчас. Что изменилось? Я вообще начинал... Рынок стал плотнее, да, может быть. Начинал очень интересно, вот, когда я поступил на работу в поликлинику в Калугу, да, была мысль, как бы, делать эту керамику. Потому что я сам по образованию зубной техники, вот, и работодатели не позволяли это делать. Мне пришлось на свои деньги покупать оборудование, и я некоторое время работал дома. То есть я помню, когда вот до трех часов ночи, там, работаешь, там, рядом спит, жена с ребенком. Было такие времена. Ну, как-то потихонечку-потихонечку захотелось что-то более серьезное, уже более ощутимое такое. Вот, пришла мысль открыть и выкупить оборудование. Что изменилось, ну, хочется больше. Ну, а с точки зрения законодательного регулирования стало проще? Сложнее стало. Сложнее стало? Сложнее, да. То есть это вопрос о лицензировании, да, вероятно? Нет, там просто выходят некоторые санпины, которые, скажем так, ставят трудности, барьеры. Но, опять-таки, все это преодолимо, вот, чтобы молодые предприниматели это не пугались, потому что любые барьеры можно преодолеть в любом виде бизнеса. Вот, было бы желание и любовь к самому делу. Вот, я считаю, что нужно просто, если есть, чуть-чуть хотя бы, только желание, нужно встать и идти. Дорогу оселит идущие. Да, совершенно верно. В плане первых шагов у тебя это были кредитные деньги? Нет, заемные. Ну, да, 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 заемные. То есть это было не в банке, это просто знакомые, друзья. Быстро купил? На доверие. Да, буквально где-то в течение года купил. То есть заявил о себе как качественный? Да, причем я звонил человеку, который дал деньги, который как раз на покупку первой печки. Я заработал, давай встретимся. Такой. Да нет, оставь себе. Да, ничего себе такие. Единственное, заемные. Хороший подарок. Да, да, да. Это второй, видимо, уже совет, да, иметь хороших друзей. Который, можно сказать, оставь себе. Ну, а ты говорил, что ты хочешь развиваться. Ты хочешь расширять услуги или ты хочешь прийти в другие районы, может быть? Нет, сеть, я год назад не была такая мысль сеть открыть, но сейчас я ее оставил, потому что за всем нужно как бы следить. Вот, и чтобы хорошо было клиентом, чтобы врачи и персонал, и как бы все это было как один механизм. Как бы это тяжело очень, когда имеешь сеть, нужно мотаться. Ну, это принципиально другие бизнес-процессы, да. Да, то есть я как бы решил услугами, услуги расширять. Ты сейчас как исполнительный директор и владелец. Да, и как владелец. Может быть, кого-то нанять? Ну, пока нет такой возможности, потому что я еще не пережил тот период, когда я могу спокойно оставить бизнес, доверить чужому человеку и уйти. Настолько за него болеешь, что, мне кажется, вот если сейчас я куда-то уеду, там, на час, там, или там, да. Вот, и все это рухнет. Слушай, а вот диверсификация направлений у тебя планируется какая-то? То есть помимо стоматологии, да, планируешь еще какие-то направления осваивать? Да, очень мне интересен рынок общепита, предложение тоже как услуги. Вот сейчас он только-только зарождается, ну, в смысле зарождается эта идея, да, вот восстановление бизнеса, пока, наверное, рано бы не уговорить. Вот, что, опять-таки, любые, любые другие виды бизнеса, которые я буду открывать, там, будут, там, или планирую открывать, они направлены на поддержание, конечно, стоматологии. Потому что, ну, ты как любимая женщина, которая иногда и бьет, да, там, и ругает, но ты ее любишь. Ну, поэтому… Ну, а твое субъективное мнение, какие направления вообще будут перспективны, допустим, в ближайшие пять лет? То есть, ну, общепит понятно, если ты принял решение все-таки входить в этот бизнес, окей, да, то есть ты считаешь его тоже перспективным. Да, это доставка, да, это в любом случае доставка, это будет доставка. Окей, а нашим зрителям, предпринимателям какие-то советы дашь, то есть, допустим, те, кто хотят диверсифицировать свой бизнес или начать новый, какой ты считаешь перспективным сейчас? Мое мнение, то, что если раньше в 90-х годах весь рынок был на рынке, мы там… Палатки имеем? Да, палатки, там, на Сникельсах можно было заработать за день, тройную зарплату врача по тем временам, вот, то сейчас весь рынок находится в интернете, в онлайне. Все большие деньги сейчас находятся в онлайне, опять-таки там нет такого, скажем так, еще пока закон до туда не добрался, нет этих барьеров, вот, все деньги там. То есть ты считаешь регулирование, да, только это негативно скажется, да? Безусловно, негативно скажется, потому что где-то должно быть, ну, свобода слова, свобода действий. А перегретым этот рынок не считаешь? Просто многие говорят о том, что там в США, там, допустим, в начале 2000-х этот пузырь уже там доткомовский, он лопнул, и сейчас мы уже тоже там близки к этому. Ну, мнение делится 50 на 50 на самом деле, да, кто-то говорит, что еще перспективы колоссальные, мы не достигли вообще того пика, который был в начале 2000-х годов в США, вот, а кто-то говорит о том, что уже много понадкрывалось интернет-магазинов, там, с бытовой техникой и так далее, и вот уже денег даже всем не хватает. Я считаю, что есть еще идеи по сравнению с США, я думаю, в России еще мы не дошли до того предела, вот, есть идеи, какие-то приложения, что-то еще, что можно развивать. Кстати, очень, наверное, один из таких развивающихся рынков, это вот какие-то изобретения людей, именно стартапы, даже, которые не связаны с онлайн-бизнесом, а просто вот, сейчас, по-моему, показывали по ТВ, когда вот молодой человек из России, помните, как «Звездные войны» там эти? Изображения в воздухе, да? Трехмерные. Это голограмма, да? Голограмма, да, 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 вот, и там вот молодой человек, он придумал какой-то такой прибор, там идет пар. То есть были бы деньги, вложился бы, да, в такой стартап? Да, 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 идет пар, но буквально он только показал вот его, да, и как сразу там набежали инвесторы, да, причем это настолько все интерактивно, вот как вот, прям вот здорово. То есть теоретически ты готов рассматривать такие стартапы, да? Да, это очень интересно. Готов вкладывать деньги. На самом деле я в школе занимался вот электроникой, я очень любил по вечерам паять. Да, Стив Джобс этого начинал. Вот, иду. А скажи, интернет используешь в своем бизнесе? Ты говорила об этом много. Интернет в смысле в стоматологии? Да, ну, то есть какой-то через сайт продаете какие-то услуги, предлагаете? Была мысль сделать онлайн-запись, но как-то вот она на нашем рынке не особо там имеет место. То есть сделали и не пошло, или просто проанализировали? Мы, да, подумали, что вложения там довольно-таки не слабые получаются, а люди, как бы, у нас еще пока не все люди умеют пользоваться теми же, допустим, там, не знаю, оплачивать. Ну, специфика в районах, она особенная, да? Да, 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 нужно учитывать, потому что зачастую клиент, в моем случае пациент, идет за низкую цену, то есть ищет низкую цену и за скорость изготовления, если мы делаем это протез. В принципе, я убедился, что зачастую неважно, как вы выглядите, что у вас есть, у вас дешево, быстро, да, все, мы у вас. Ну, я пытаюсь от этой модели отойти, потому что уже не буду отходить, потому что я думаю, что еще осталась какая-то вот надежда, что это не так. Скажи, пожалуйста, еще такой вопрос. Например, в Америке очень сейчас развиты именно услуги стоматологии, врачи получают очень хорошую зарплату, и бизнес развивается очень активно такой. А какая сейчас тенденция, по твоему мнению, в России более к таким дорогим услугам? Люди больше ухаживают за зубами, или они больше любят такой сегмент эконом-класс? Есть и так, и так, опять-таки, зависит от сегмента, где находятся. Я видел людей, которые ездят на дорогих машинах, хорошо одеты, а зубов нет. Видел наоборот. Может быть, они сладкое любят? Думаю, да, хорошо, успокаивает нервную систему. Вот, то есть, как бы, все по-разному. Ну, большинством, конечно, сейчас подешевле и побыстрее. Ну, а в период, сколько ты существуешь, изменилась как-то эта тенденция? Ну, особо нет. Особо нет. А в менталете тоже, видимо. Да, скорее всего. Ну, Каша, а вот сколько ты в бизнесе по времени, получается? Когда ты от вас был? Шесть лет. Шесть лет. С потолка уже своего опыта, да? Теоретически, какие бы мог дать, ну, не знаю, там, 3-4 основных совета начинающим предпринимателям? Первый совет – это не слушать никого, кто говорит, что у тебя ничего не получится. Это самый первый совет. Вера в себя. Вера в себя, безусловно. Второй совет – это если ты можешь делать бизнес один, как говорил там кто-то из известных предпринимателей, то можно делать его, нужно делать одному. Если нет, то найти такого партнера, потому что партнер – это, наверное, как выбор своей будущей супруги, тоже очень важен. То есть с ним будете жить очень долго, если, да, планируется долгий бизнес такой большой. Это самое основное. Убедиться в человека, который рядом с тобой. И третий совет – ну, что могу сказать. Третий совет – это, наверное, найти инвестиции, если они с партнерами пришли. Ну, самое главное – это верить в себя. Насчет партнера, студия – это, на самом деле, тоже скользкая тема. Очень часто задают этот вопрос. И там на моих семинарах, да, ну, опять же, мнение 50 на 50 расходится. А у тебя был опыт, да, с партнером работать? Да, был у меня опыт с партнером работать. И как бы сейчас мы работаем с партнером. Есть как бы… Есть свои нюансы, как ты говоришь. Ну, а в чем бывают проблемы? Ну, я считаю, самое главное в начале, если есть партнер, разделить обязанности. Договориться на берегу. Кто будет заниматься чем? Потому что если идет, допустим, строительство, а партнер хочет дверь поставить в одном месте, а он хочет ее сбоку, то это будет топтание на одном месте. Я так полагаю, это случай из практики, да? Видимо, уже. Я привел пример. Ну, в любом случае, самое главное – это победить свой страх. Это самое главное. То есть не бояться себя показать. Вот я сейчас сижу, тоже волнуюсь, вот. Борюсь со своими страхами. А ты долго побеждал свой страх в начале, перед открытием бизнеса? Кстати, да, вот с самого начала – это самое классное время, на самом деле. Потому что страх, как такового, здесь нет. Просто вот хочу и все. То есть вот хочу, я иду, 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 опа, я пришел. А потом уже чем дальше, тем страшнее. А так поначалу нет. То есть такая колоссальная энергия, колоссальные какие-то грандиозные планы. Но если бы ты сейчас представишь, что у тебя нет бизнеса, и ты вот решил открыть, но знаешь вот о том, что ты прошел, да, вот об этой, каких проблемах ты пережил и все остальное, сейчас бы ты открыл? Да, с удовольствием. Да, с вашим удовольствием. Это стоит того, эти ощущения, когда… Это драйв. Да, чего ты достиг? Нет, кстати, вот на самом деле, вот бизнес, как бы он, чем хорош? То есть вроде как ты работаешь там на работодателя, ну, такое, все серое, да, вот, ничего не меняешь, ничем не борешься. А в бизнесе, он… Есть неудачи, но когда есть удача, итог там подведен, там, в декабре, там, где угодно, там, можно в июле подвести, итоги любые, там, продаж или чего-то еще. Вот это победа, чувство победы колоссальное, оно минуту занимает в душе, оно как молния, да, 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 но оно стоит того, да. Слушай, ну, в любом случае есть какие-то там спады, подъемы, да, там, внутреннего какого-то настроения. Ну, я просто по себе, на самом деле, могу сказать, то есть там не всегда все шоколадно, да, и иногда, ну, наступает такой период упаднического настроения, да, я думаю, что ты здесь тоже не исключение. Ты как-то, да, ты как-то борешься вообще с этим, нет? Что делаешь? В чем ищешь вдохновение? Ну, мы сейчас вот супругу купили велосипедов всем семьей. Это вопрос о досуге называется. О досуге, да, да, да. То есть, я считаю, самое лучшее время, проведенное в лесу, никого нет вообще, и с велосипедом. Причем, когда мы едем, то, гляньте, там, четверо целых едут на велосипедах, плюс еще какая-то положительная эмоция остального народа, редкому, которые в лесу ходят. Ну, это летом, а зимой? Лыжи планируются. Планируется лыжи, да? Лыжи планируются в любом случае. Ну, так еще можно, там, пару минут играть в компьютерные игры, хотя больше напрягает, чем расслабляет. Книжки читать. Вот самое лучшее занятие – это книга на ночь. То есть, когда ты читаешь книгу на ночь, все, уже отключаешься, и сон быстро приходит, и мысли есть. Может быть, посоветуешь какую-то книгу нашим зрителям? «Атлант Расплав Тричи» – «Айн Ренд». Посоветую всем предпринимателям. Ну, да, это уже считается такой классикой жанра. Да, да. То есть, нет, это как… Вот люди советовали, да, тоже такие урмаститы предприниматели. Вот я решил почитать, и теперь я прям посоветую читаю. То есть, понять, зачем нужно предпринимательство, и чтобы… Что людей как бы не воспринимало нас, как каких-то, ну, паразитов там, да, или феодалов. Чтобы воспринимало нас как то, что мы даем услуги. Что Росэкспертиза, что другие предприниматели. Мы излучаем помощь людям, не стараясь деньги вытащить. Как бы это не звучало там странно, не знаю, хуй там. Просто мы стараемся вылечить зубы. В любом случае, все услуги направлены только на людей. Ну да, услуги производства, это очень, да, это очень благородное направление сами по себе. Это в некотором случае созидание. А если мы при этом не будем зарабатывать на этом, ну, то смысл-то интересный. Каждый труд должен оплачиться. Безусловно, да, безусловно. Потому что мы рискуем, да. Послушай, а вот лет через 5-10 как себя видишь? На берегу моря. Я ничего не делаю. Ты действительно это хочешь? Ну, это как раз насчет периода депрессии. А если на самом деле, вот, как ты видишь, может быть, через 5-10 лет себя, там, успешный предприниматель, еще у тебя один бизнес, или ты отошел, там, смотришь, что ли? Нет, ну, я думаю, построил большую сеть, продал франшизу, там, на 50-м, 100 компаний. Если честно, как бы, я себе не представляю человека, который вообще ничем не занимается. Потому что для меня один выходной, в воскресенье у меня есть один выходной, проходит, потому что 5 часов. Я не могу себя вот угомонить. Знакомое чувство. Это ощущение, что я что-то теряю за это время. Где-то что-то опять без меня происходит, там, что-то там не так, что-то нужно сделать. Наверное, я хочу все-таки довести до ума, как бы, стонтологию, как я вижу ее там, да, вот, в своем представлении. Но если попутно откроем еще какой-то бизнес, да, то это будет замечательно. отдыхать, вот, я, наверное, просто не смогу. Скажи, сколько ты часов в день работаешь? Ну, я думаю, не менее 12 часов в день. А встаешь во сколько? По-разному. Иногда в 6, иногда могу и в 10-й. Ну ладно, уходи. Возволительно. Честный ответ, да. Могу в 10-й, да. Паша, рекламация бывает? Какие-то, да, там, проблемы, вот как вы боретесь там с проблемными клиентами? Ну, они, по-моему, в любом месте есть. Да, безусловно, конечно, бывает, да, рекламация. Вот, ну, стараемся, как бы, свести их на нет. Какими способами? Если мы не можем договориться с человеком, там, на переделку работы, да, и, действительно, если это наша вина, то просто возвращаем деньги. Не, ну, в медицинском бизнесе, да, это сложно. Да, потому что это здоровье, и без зубов входить, это страшные муки. Когда есть зубы, да, они болят, это проблема, а когда их нет, это еще больше, это еще больше проблем. Паш, мы в детстве все хотели кем-то стать. Кем хотел стать ты? В тупик мне поставили. Я хотел. Не, ну, здесь можно ответить в духе советских времен, там, я хотел стать космонавтом, да. Кем я хотел стать? Я хотел стать, наверное, инженером все-таки. Но если брать восьмой класс, я вот как раз начал заниматься вот электроникой, там поять, была мечта вот открыть организацию, которая бы что-то там вот изобретала и производила. Поэтому до сих пор вот у меня таким споететом я отношусь к изобретениям, вот. И для меня это удовольствие. Хоть и насчет отдыха, да, вот. Был тут выставка про Косэкспо в плане инноваций. Я хотел тут попасть просто, у меня было желание, потому что для меня это реально удовольствие, что люди изобрели своими руками, вот. Ну, к сожалению, конечно, не попал, но думаю, в следующем году это удастся. Ну, проходит каждый год, я думаю, есть много таких. Да, да, я думаю, это не проблема сейчас, вот. Поэтому хотел быть инженером. А в раннем детстве? Да, вроде, я просто отдыхал. Может быть, ты не помнишь? Да, скорее всего, я не помню. Спасибо, Паш. У нас подходит наше интервью к концу, и по итогам мы обычно проводим такую игру. Ага, интересно. Это, да, блиц-опрос. То есть предлагаем начало фраз, ты просто их продолжаешь, то, что ты думаешь, кратко. Давайте попробуем. Готов, да? В два-три слова буквально. Прямо говорю, как на премиум стоматологу нахожусь, да. Каждый день я стараюсь. Быть лучше. Жизнь слишком коротка, чтобы? Чтобы лежать на диване. Счастье для меня это? Семья и семья. Замечательно. Я искренне боюсь. Потом очень быстро нужно отвечать, да? Завис немножко, да? Нет, ну можешь подумать, почему. Почему искренне боюсь? Потеря близких и неудачи не боюсь, как бы. Ну, потеряторный бизнес тоже, как бы, было бы несколько неприятно. Думаю, справимся. Естественно. Лучше всего у меня получается. Задумался, да? Задумался. Просто тяжело, как бы, оценивать себя. Андрей, что у меня лучше всего получается? Вот, здесь уж тебе виднее. Наверное, лечить зубы. Ну, как сказать. Я их-то не лечу? Нет. Тяжело ответить вопрос. Давай. То есть ты не относишься к себе самокритично? Да, давайте потом оставим, потому что я сейчас подумаю. В комментариях к своему выпуску ты напишешь, да? Да, да. Хорошо. Кто-нибудь мне поможет. Следующий. Кто-нибудь мне там поможет. Следующий вопрос. Мой девиз. Стремись к лучшему тоже. Не бойся перемен. Отлично. Я ненавижу. Излишние эмоции у людей. А мне стыдно за? Стыдно за несовременное понимание людей. И деньги для меня это? Инструмент. Инструмент. Спасибо. На этом, дорогие друзья, у нас все. Наше интервью подошло к концу. Сегодня у нас в гостях был Павел Свитцов, руководитель и основатель стоматологии Дентал Сервис. Спасибо большое за то, что смотрите нас. Напоминаем, что у нас есть группа Facebook, где вы можете задавать свои вопросы, комментировать, предлагать свои варианты наших гостей. Сегодня с вами ведущие были Инна Евсина и Андрей Моисеенко. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин